добрый день уважаемые дамы и господа итак мы продолжаем обучение в нашей школе базовой техники мануального массажа в данном случае мы переходим к животу это называется висцеральный массаж дело в том что тут у нас расположены висцеральные органы брюшина всякие диафрагмы фасции да это все вместе мы будем все вместе воздействовать на все вот эту огромную зону и даже там расположен висцеральный мозг так называют так называемый в стенках брюшины есть такие тончайшие нервные узлы окончания нейроны говорят что даже это называется третьим мозгом человека но ни одного животного нет как бы такого мозга человека он присутствует то есть первый мозг это спинной мозг да а самых примитивных от рептилий там от рыб у них он присутствует да потом головной мозг наиболее развитый у приматов и млекопитающих но у человека он самый развитый мозг да вот наш центральная мозговая система которая собственно говоря управляет всем телом и третий мозг есть ну так скажем давайте спинной мозг он больше управляет моторикой тела и органией движением между клеток между мышц вот эти все симптомы он отражает в себе и передает их головной мозг головной мозг как огромный анализатор он все анализирует он все представляет он видит будущее он может информацию спланировать и этот план перенести на свое собственное тело таким образом на него воздействуя воздействуя да это этим занимается сознание но у головного мозга есть еще подсознательная часть гораздо больше который управляет всеми симптомами и в том числе автоматизмами организма а вот брюшной мозг и которые вокруг каждого органа вот эти вот нейроны они больше отражают нашу связь с миром со вселенной они также вибрируют и за счет вибрации передают информацию в головной мозг каждый орган вибрирует в своем диапазоне и отвечает кроме своих прямых функций еще какие-то там дополнительные функции ну например мочевой пузырь за счет вибрации чувствует человека как это когда он к нему подходит да вот чужой человек незнакомый приближается мы можем сразу понимать нравится нам это человек не нравится да может быть какое-то отторжение к нему идет может на вот приятия хочется подойти и обнять это вот на самом деле не голова понимает это она только уже получает сигнал от мочевого пузыря ну и так далее каждому три органа мы сейчас сейчас у нас немножко другая программа массажем занимаемся да но просто понимаете что от массажа внутренних органов зависит состояние всего организма есть такой институт в москве имени агулова они практически все проблемы решают в человеке за счет массажа внутренних органов потому что это так те же самые проекции как на спину на позвоночек передаются да вот эти вот проекции внутренних органов и вот эти акупунктурная точка по всему телу разбросана многократно повторяясь сами себя также я бы и в обратную сторону от спины например они действуют на смогут действовать на печи на сердце на легкие но на любой другой орган давайте для начала я просто покажу схему органов где они расположены да и мы будем их прорабатывать значит смотрите вот печен она достаточно большая вот и не небольшая какая-то часть вот реберная дуга заканчивается да какая-то часть из-под ребер уходит вот справа доля печени да и левую печени так расположена да здесь право уходит пищевод желудок нарисуем черным пищевод проходит желудок вот примерно здесь да тут вот расположен желчный пузырь в этом месте у нас протоки через печень и уходит вот в 12 соком выпускают и нас ступерстную кишку желчь да и желудка тоже это все уходит на ступерстную кишку вот но сами кишки мы не будем рисовать это каша получится под печенью даже там сзади больше сзади находится поджелудочная железа который тоже выпускает свой панкреатический сок сюда и все начинает работать собственно говоря пищи переваривается это не в желудке она переваривается и усваиваются кишками в кишках весь процесс уже здесь помогает счетом процессе селезенка находится в этой области селезенка здесь находятся почки примерно 5 сантиметров от пупка так и ступить но со стороны спины они там сзади тоже достаточно небольшие вот примерно с кулачок того человек который перед вами лежит из вот такого размера примерно положить вот примерно зону почки нарисуем давайте зеленым цветом это сзади например что они с той стороны находится так тут у нас находится прямо два кубка и заканчивается да вот тут находится мочевой пузырь у женщин чуть повыше находится матка трубами и вот примерно получается где-то косточки да где-то 5 сантиметров 6 и тогда заступить вот тут находятся яичники так лимфоузлы они прямо вот вдоль косточки они получаются ниже таким шариком рисую под подвздошной кости ниже что нам еще важно знать нам важен еще толстый кишечник соответственно аппендицит аппендицит аппендикс если правильно говорить до принципа уже заболевание находится вот этот такой вот маленького от роста от которой поднимается просто кишечник вверх немножко вот под ребрами он провисает вот так вот идет здесь уходит там назад вот туда и оттуда возвращается кишка переходит в прямую кишку и вот там вот сзади банально отверстие идет сброс каловых масс соответственно вот когда колонотерапию проходим до этого сам числится толстый кишечник в нем нарастает очень много фекальных там слизи всяких каловых камней таких вот иногда говорят что взрослый человек может до 6 8 килограмм носить их с собой в себе постоянно носить вот эти ненужные массы которые сами его отравляют почему я показал лимфоузлы да не случайно потому что один из больших уровней сброса лимфы он находится в кишечнике в кишках и они все сбрасываются в толще кишечник и также выходит вся грязь из организма то есть лимфа она из межречных пространств все это вытягивает все переработанные продукты клеток наших собственных умершие там какие-то организмы клетки там все бациллы вирусы грибковые основа обоснования да и так далее вплоть до каких-то там инвазий и микроорганизмов которые чужие чужеродного нас есть они убиваются вот этими вот этими узлами и потом сбрасываются соответственно весь массаж перистальти кишечника мы делаем всегда по часовой стрелке для мужчин и для женщин да в некоторых причем в восточном школе говорят что для женщин надо против часа все-таки делать ну я в этом не вижу логики в принципе по часовой стрелке надо все все эти органы запускать и когда мы будем делать массаж такой да вы увидите что мы прорабатываем органы также будем по часовой стрелке то есть с права налево вот сначала обрабатываем печень будем обрабатывать сейчас буду показывать потом обрабатываем желудок потом переходим к селезенке потом переходим к желчному пузырю потом будем переходить к поджелудочной железе потом переходим к правой почки потом к левой почки потом переходим к запуску вот этих вот систем толстого кишечника да вот отсюда снизу весь будем проходить щекотно что ли да ну пока щекотно да сейчас они в него с маслом намажу будем вплотную работать и выводить каловая масса отсюда вот да вот эти места прорабатывая и лимфоузлы тоже с этой стороны с этой стороны и заканчиваем соответственно прямой кишкой и мочевым пузырем глубоко достаточно их прорабатываю ну кстати я вам еще не сказал тоже надо запомнить что у мужчин это женские органы полового вида мужчин предстательная железа она находится достаточно глубоко но ближе туда к анальным отверстию за получается мочевым пузырем вот здесь размером с грецкий орех примерно такого размера и вот некоторые там анекдоты ходят или кто-то смеется массаж предстательной железы там через отверстие пальцев залезть помассировать да так тоже делают но в принципе можно делать достаточно с этической точки зрения это можно делать со стороны живота то есть мы расслабляем эти мышцы заходим туда глубже мочевый пузырь железный должен быть пустой и там можно находим внутри вот это представительную железу и даже можно почувствовать она состоит из двух доли вот таких там есть левую правую долю их можно отдельно так провибрировать и прощупать в основном массаж будет вибрационный да но вот к этому массажу вестеральному желудочно-кишечного тракта мы приступим немножко позже после подготовительные некоторые техники сейчас я вам покажу с ним собственно говоря и начнем вот растерли масло сойдет и смотрите ведь я уже хожу достаточно глубоко многие движения будут мягкие такие как будто рыбка плывет наше ладони так вот мягкую тюрьму так вот обходит ведь я уже начинаю по часовой стрелке я уже вхожу глубже видите уже глубже начинаю дело в том что эти органы я не зря стало что там есть небольшой разум у них да они иногда чувствуют своим разумом воздействие извне то есть моя рука даже народное тело для них да и они как бы знаете так уплываю сторону чтобы этого не было да поэтому мы потихоньку весь обстанную руку держу да потихонечку как бы договариваемся с человеком силовыми органами это я это мы друзья мы с тобой одной крови ты и я начинаю потихонечку на них воздействовать да и кстати энергетика но это другое у нас занятие будет от середины ладони от пальцев рук тоже туда проникает и иногда вы можете в этом в этих местах середине ладони ли в конечку пальцев почувствовать тепло отраженная на них влияет и отражаете его обратно и таким образом тоже происходит эффект лечебный мы лечим от внутренние органы так давайте отвернемся к разминанию вокруг ребер вот так вот тоже про массировали два раза ну два-три прохода промассировали внизу от подвздошной костей вот они идут до до буквально просто оттягиваем давлю сможет потому что он тоже фасция находится вот и остановились в области вокруг пупка примерно рисуем здесь часики малый круг и большую группу по косточку практически касается условно разделяем его мама как обычно часы на 12 часов до вот 12 час 2 3 4 5 6 часов 7 8 9 10 11 также условно это к этому визуально получается визуально надо привязываться это просто наши область воздействия и соответственно начинаем пальчики мягко до 12 отходить от пупка в сторону делаем три все эти прием достаточно медленно и мягко внедряясь пока еще не очень глубоко прошли можно два-три круга пройти да и теперь широкий наш циферблат большой так живут мягко прожима особенно не давите на косточки во-первых лимпу узел может пережать автор и просто будет поэтому ваше движение должно быть знаете какие немножко ткани вы подтягиваете туда потом уходите под косточку подсунули ткань да и туда вот внутри шли вот проходим все эти зоны между каждой зоной же у меня уже можно услышать некоторые улучшения в животе значит он благосклонно уже к нам относится да ну и давайте поработаем теперь вот вибрационная техника помните вспоминать этот рисунок который я нарисовал до сначала печень этого на под ребром там находится если она увеличена то в принципе кого гипотоз дата можно этого даже прощупать вот туда мы не можем через рублю давида мы давим под ребра снизу на нее вот туда получается движение внутрь немножко так запускаем вибрацию вибрация на каждый орган дается примерно одну-две но максимум три минуты вообще весь такой вот массаж лучше не делать долго максимум 15-20 минут далее желудок до желудок там здесь находится поэтому не знаю вижу в него тус она потихонечку передастся туда как орган от вибрации запускаем аккумулируемый черный теперь селезенку щекотно что ли не хорошо хорошо такая как стоком желчный пузырь где-то вот тут пример тут даже эти протоки можно прощупать залезть вот его конкретно он тоже небольшой на самом деле где-то чуть больше чуть больше наверно грязь к вореха может скринуться поджелудочную железу вот видите вот вибрацию я добавил пальцами стук такой да то есть вибрационная техника проходит вниз импульс идет туда внутрь в глубь организма теперь достаем до почек 5 сантиметров примерно пупка и вот туда залезть если желудок кишечник повернее полный да может поможете войти и туда внутрь запускаем до клетку желательно расслабляться и во время всего этого массажа предупреждайте чтобы он спокойно без напряжения дышал животом клиент клиента который у вас переходим на сторону и видите принципе не отрываю не отрывайте рук если уже начал делал то начало доводить до конца вторую почку провибрировали ведь пока второму не поставил эту не отрываю предыдущую провибрировали здесь поглубже опять же ведь я ткани не сразу нажал да я немножко отсюда взял только потом зашло будет теперь весь вибрируем толстый кишечник восходящая была до друга провисает пошли туда там нисходящая внизу практически выводим все вот сюда прямой кишки и вывели здесь тоже видите отодвинул ткань а потом нажал уже болезненно да у людей у которых вот эти каловая масса собираются прямо когда нажимаете там прям колики такие бывают да и после этого массажа вполне закономерно что человек потом бежит писать и какать все быстренько сбрасывается вся гадость уходит потом нажимаем вот находим желчный пузырь прямо над лобком да поглубже но у нас человек с пустым мочевым пузырем должен ну желательно до таком массаже приходить на тощак ну или там сходить в туалет сначала да чтобы не было лишних покалываний еще раз проходим мягко желательно обоими руками и видите по часовой стрелке теперь вот мы пробиваем вот этот толстый кишечный запомнил таким приемом когда одна рука у нас держит до чтобы резко него ударов автора бьет по ней таким клювом как бы получается это кишечник прямой кишечник и если где то есть какие-то там зажатости камушки да прям от ее можно их чувствуешь то даже можно почувствовать пропульсирует прям туда вглубь да да но ничего так каждое движение заканчиваем таким оглаживаниями и проверяем вот для женщины пример да вот тут где-то находится примерно яичники да их можно так давить массировать немножко снизу вверх таким движением поднимаем если у мужчины там предстательную железу да мы хотим добраться то вот потихонечку мягко я тоже чувствуешь да и чувствуется спускаемся глубже глубже если ты смеешь напрягается жалость старайся не смеется глубже начинаем массировать вибрацию туда передавая вибрации да да ну разными способами вибрациями либо там пальчиками чтобы нажать все было не очень острое у кого-то ногти может выдавили пальчики тоненькие я делаю двумя руками до такой массаж одна по другой входе дай получать как будто вот так вот массируется пальчик понимаете да получается массаж и продавливаем ее сверху вниз туда ближе к отверстию это я про мужчин говорю да вот потом часто бывают с возрастом людей опускаются да поэтому мы бывают почки опущены матка опущена слышно поэтому их снизу вверх будем приподнимать это же движение рыбки вот так вот чтобы было легче приподнимать ребер на и ребра раздвигаем мягко медленно таким образом и еще диафрагмы все эти фасции раздвинули теперь снизу можно кулачками раздвигаем и чувствую как фасции растягиваются медленно и такое движение можно в принципе локтем держим до все равно сделали слева опять подняли вверх вот и не забываем про мышцы которые находятся сверху но и снизу во-первых не разотрем согреем раскатаем как тесто прямо катается вниз от кубка и вверх и в эту сторону шли подняли несколько два-три прохода таких можно сделать и снизу вверх поднимаем вдоль вот этих мышц пресса до если у нас клиент просит сделать массаж для похудения дата для этого целей ну все то же самое можно использовать но плюс к этому основной акцент сделать на поверхностную часть кожи да вот мы для этого тоже масло поменьше взять руками вот таки вот щипковые быстрые убежения это болезнь не будет да да таким пощипывание растирания тканей и сразу будут видно покраснение во первых да и во вторых хорошим сигналом для вас будет являться если пациент станет и скажет будет чешется у меня должен учиться если чешется значит все это клетки жировые они начинают разрушаться процесс начиная заводами потом у нас идут мышцы еще пояснично подвздошные там внутри да за за ближайшей стороны и пояснично бедренные которые поднимают собственно говоря вот много вот и для этого массажа эти живота я вам забыл сказать но учитывайте что лучше коленки должны быть припользоваться поэтому используется подушку если она не хватает можно там валик у кого что есть да можно подложить место положено поднимем чуть-чуть все пускай пускай вот то есть колени должна быть припользоваться выше выше груди жилось на колене так и вот таким образом там мышцы да про которые говорю то есть 5 ясничных позвонков вот примерно вот этот позвонок они занимают одни от них мышцы внутри вот подложим кости из внутри тоже идут мышцы они выстилают внутреннюю часть нашего нашего коза да и они крепятся здесь 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 и в паху возле ноги да и чтобы их расслабить мы должны туда тоже залезть вот таким вот движением ну через сам живот конечно то есть и тяжело понятно да но наиболее близко не здесь вот мы туда-то подлазим немножко давление делаю на подвздошную кость как помните релиз его показываю ну вот мышц там вот так же тут можно давать и мышцы просто но здесь находится прошло сухожилие лично и вот растянули да и немножко так отдыхаем и честно комментируется и вытягиваются из-под нас выходит и также здесь смотрите косточку я опять левую ткань и захожу через нее глубже и давлю туда на эту косточку на тему что бежим выдыхаем тут можно сделать такую проверку ну в принципе это не обязательно когда ногу мы поднимаем под 45 градусов относительно стола и относительно тела отводим тоже по царе подбираться разворачиваю чуть на себя и вот попробуй держать держи держишь да а теперь я на нее буду давить а ты запротивляйся о видишь хорошо запротивляешься это вот надо было проверять на самом деле до того как я расслаблял эти мышцы потому что бывает не симметрично у человека все эти напряжения и после таких процедур у него ноги начинают работать нормально это те самые мышцы которые мало кто на них обращать внимание так же теперь сопротивляйся вот даже больше сопротивляешься значит с этой стороны они больше лучше работают да если человека отключены эти рецепторы нога практически не сопротивляют падает тебя все хорошо так но и вот и заканчиваем просто поглаживание легким мы все логан уже проработали до памяти мышцы проработали промяли их промассировали можно такие и заканчиваем легким покачивание можно грудную клетку тоже покачать как группе двигаются по восьмерке такой а еще лучше когда рука которая на животе она все-таки продолжает по числу стрелки совершать вращательное движение да а это рука на грузе она немножко вот так получается немножко красное движение она раскачивает грудную клетку до позвоночника вот так специально быстро показывают но на самом деле это делается медленно и потихонечку наши движения затухают 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 мы уходим тело дальше вот кто обладает технологии рейки или бесконтактного массажа можно к этому перейти массаж да то есть воздействовать своей энергетикой и на внутренние органы и на тело человека и на чакры либо вы говорите что вот все закончен минут двадцать пятнадцать прошло и все можете мягко поднимать человека вот такие значки и обязательно лучше всего приходится на тренинги чтобы узнать больше и отработать все на практике на живой натуре до новых встреч дорогие господа с вами был олег алабудлин